Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space, первую часть. Мы находимся в медлаборатории в последней серии. Мы увидели, обнаружили, что на пути нашего исследования к телу капитана, который находится в морге, находится вот эта вот баррикада, которую, собственно, мы же своими руками воздвигали в Dead Space Extraction. Мы нашли термит в исследовательской лаборатории, надо сказать, место достаточно поганное. И сейчас мы двинемся в диагностическое крыло, там у нас должна лежать подушка, термоподушка, которая, собственно, послужит вторым ингредиентом нашей взрывчатки, с помощью которой мы разрушим это заграждение. Открываться надо побыстрее, пожалуйста. Что такое? Как будто кого-то за ноги взяли и с размаху об стену хреначат. Ну, не с размаху, но... Офигеть. Ее, братюнь. Вы там как, айвов? У всех бывают плохие дни. Твою мать. Ха-ха-ха. Ты на меня не кинешься? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет. Это слишком страшно, чтобы этому... Ты как вообще живой ты был? У тебя же грудак, распор это весь. Офигеть. Убился об стену. Ох, какой... Что-то, блин, у нас ангар какой-то, что ли? Понял, понял. Живите сами, я пошел. Ну ладно, нам придется, конечно, дойти. Как я ненавижу этих лягушат. Ах ты, там схема, что ли, какая-то? Ага, что написано? Непонятно. Неразборчиво. А, вот, посмотри. Если я сейчас туда зайду, то я потрачу power note. Power note мне нужен. А здесь у нас парочка схем. Сейчас подумаем. Доктор Биорик, старший психиатр, после очередной сильной дозы успокоительного хариспит, похоже на вообще не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали бы состояние истощения, проведя более 50 часов без сна, но только не харис. И в объяснение тому, что произошло в колонии, также звучат крайне странно. И в них явно прослеживается паранойя, аналогичная той, что охватило многих людей на планете внизу. Его вина в преступлении однозначно. Два офицера службы безопасности были рядом, когда он захватил заложники доктора Циарелла и убил сестру Эванс. Да и сам харис ничего не отрицает. Но при этом он говорит, что в его действиях не было никакого преступления и не испытывает и толики чувства вины. Просто классический обращик повещения... Обращик. Поведение социопата. Хотя других симптомов разрушения личности я в харисе не обнаружил. Он общительный, надружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но когда я спрашиваю об убийстве, он замыкается в себе, теряет связь с окружающим миром и начинает проявлять симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинации, похожие на те, о которых сообщают из колонии. Харис утверждает, что он огрожал доктору, потому что должен был остановить видение лица, и что он снова убьет, лишь бы стать вновь единым. Что это все значит, я не могу понять. Очень интересный случай. Эвакуируйте эту зону немедленно. Так, ну я думаю, все-таки мы потратим один пауэрнот, чтобы зайти сюда, да? Хоть и жалко, конечно. Так, тут к нам могут прийти отсюда и отсюда. Вот так. Здесь безопасно, пишет? Нет, здесь явно не безопасно. Сразу два подхода через вентиляцию. Так, патроны к винтовке. Огромная аптечка, вот это хорошо. Там, внизу, вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истинные. Все это время. Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. О, как. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. Да вы посмотрите, здесь раз, два, три, четыре подхода сверху. Еще, похоже, это самое небезопасное место на всем корабле. Золотой полупроводник. На него мы сможем купить себе еще пауэрноут. Так что... Ничего страшного не произошло. Ну и ничего особо полезного мы тут не взяли. Просто раскрыли часть истории. Что само по себе неплохо. Ой, да понял я уже, понял. Там, похоже, барокамера какая-то, что ли. Ой, да. Тихо. Ой, косой. Ой, косой. Ладно. Меткость оставляет желать. Фу, так. Блин, они кричат так громко. Я прям бояться начинаю. Кто-то тут головой бился. Не тот ли парень, который потом туда придвинулся? О, пауэрноут. Отлично. И че? Время пришло. Блядь. Ты. Да что ты, твою мать? Ой, бляха-муха. Ой, блин, это че ж такое? Блин, я чуть... Чуть кони не двинул. Ладно, пофигу. Зато мы теперь сможем покупать импульсные патроны в магазинах. Это стоило миллионы моих... Пару миллионов моих нервных клеток. Твою мать. Я натурально чуть, блин, не упал куда-нибудь. Блин, дайте дух перевести. Я больше не хочу к этим штукам спиной стоять. А их можно самому разрушить? А их можно самому разрушать как-то, нет? А, ну вот. Есть кто? А, так она не швыряется. Я думал, как хаф-лафи. Ты один? Да стреляй, че не стреляешь-то? Ладно. Нарезака, попробуем-то сколько дает. Ну ладно, тут я уже ждал какой-то лажи, поэтому это было предсказуемо. Так, хорошо. Так, хорошо. Давайте запишемся нафиг. А, блин, двину коня. Золотерапия. Золотерапия. Отлично. Да, дай ты мне двигаться, я же, блин. Я помню это место. Тут макниву проходил. Тут его глючил еще. По страшному. Лазерный магазин, мне не так и пушки. В таких местах, насколько я помню, бывают разные приколы. Где-нибудь вдалеке что-нибудь лежит. Так, это что? Ну ладно. Мне он сейчас не очень нужен. Так, ладно, по-быстрому выходить. 50 секунд, в принципе, не так уж и мало. Но, не так уж и много. Больше тут ничего нет? Все, нафиг уходим. Помни, в разных отсеках Ишимура можно настроить разную силу тяжести. В зоне невесомости свои гравиботы активируются. Че там за движуха за дверью? И тут макнил был. А, так вот че? Он застрял. Заглючил. Она. Так, че тут есть хорошего? Вон там че-то. Да, блин, сварите. Башкой об ящик. Хватай. 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 Так, подожди. Здесь, похоже, какая-то терапия, что ли. Чего они говорят? Какая терапия может быть? Что они делали в невесомости? Как они с ее помощью лечили? А, второй надо стать. Я думал, первый надо вытащить. Зона гравитации. Хорошо. Так, а вот и... Вот и дефибриллятор, да? Отлично. Ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Вообще вот так вдуматься, да, просто. Насколько Айзек в первой части тупой. Он тупо робот. Натурально биоробот какой-то ходит, выполняет приказы. При том, что он сюда, по большей части, полетел из-за Николь Брэннон, из-за своей невесты. И она находится в медицинском отсеке. Мы сейчас находимся в медицинском отсеке. Хоть бы слово сказал Николь, мол, где-то там парал. Что опять? Зона невесомости. Зона гравитации. Зона гравитации. Зона невесомости. Ладно. В общем, в второй части персонаж сделали заметно более живым. И это меня радует. Но с другой стороны, когда он вот так вот молчал, это то же самое, что... Зона гравитации. Да понял я, замолчи. Это то же самое, что с Гордоном Фрименом. Кто там у нас в космосе? Как ты космос-то слышишь? То есть, когда персонаж молчит и не показывает его лица, у тебя очень такое ощущение, что... Эффект присутствия, отождествление себя с персонажем... Вот такого второй части, конечно, уже поменьше. Хотя слышал. Вот, на. Что у нас тут? Что я забыл. А, это же этот баллон, да. Вода выходит. Главное, что удивительно, у нас-то гравитация вроде как здесь есть. А, у нас же бутсы просто. То есть, вода уходит в невесомость. Демонстрирует, что здесь невесомость. А мы ходим как при гравитации. Но это, судя по всему... Да что ж вы? Это, я думаю... Зона нормального давления. Магнитные бутсы просто. Вообще, Dead Space, он как-то всегда... Да что ж такое вечно, блин, с вами? Сегодня вся серия какая-то застревающей конечности. Ладно, пофиг. Dead Space, он всегда вот как-то, блин, на реализм давил. В космосе, то есть... Да что ж такое с твоей рукой-то, а? В космосе нет звука, невесомость. Вот это вот... Как-то все... Вот и костюм продуман достаточно хорошо. То есть, фантастика научная. Этим он и подкупает. И корабль, вот его окружение... Вот тут можно поверить, что здесь жили и работали люди. Очень много вот внимания к деталям. Да что ж ты... Я знал, что ты вылезешь. Я это чувствовал. Впереди ты. Косой. Такие моменты хочется взять, конечно, в руки мышку, но... Нафига? Управление в Dead Space прям идеально вложится на геймпад. Все кнопки к месту, все очень удобно, очень логично, так разбросано по ним. Единственный дискомфорт это целиться. Ну, это, в принципе, терпимо все. Так, все, мне возвращаться нужно. Фух. И тут как? Так, неспокойнее, пожалуй, будет. Тихо, тихо, тихо. Ох, ненавижу этих тварей. Все патроны потратил на них, нет? Не набижу. Тихо, тихо. Мне показалось, что тут что-то нездоровые звуки какие-то были. Так, давайте-ка на всякий сохранимся. Куда-нибудь на второй слот. Теперь посмотрим... Блин, да не застревает я. Что нам можно продать? Вот, допустим, вот это. А, я думаю, за него больше дадутся. Так. Блин, что еще продать-то? Чтобы было 30. На эти деньги мы бы смогли купить. Так, ну, хрен с ним. Давайте вот так вот. Гулять так на полную. Лично. Все потрачу на икс. А сюда попозже сходим. Тут вроде как быть никого не должно. А, здесь верстака нет. Ладно. Давайте сходим маленько назад. Вон у нас близко, не волнуйтесь. Какого хрена, блин? Ну, я же в 100 раз тут уже был, а? Это игра, сволочь. Она говорит, ты что-то расслабился, по-моему? Куда бежишь? Так, ладно. Будет спокойно. Так, икс. Так. Ну и впустую вот так вот один. Хорош. Все, теперь можно с чистой совестью взрывать все там. Все, что можно. Так. О, все, хорошо. Погнали. Тут у нас щупальца. Здоровенная такая щупальца. Ломилась. Ну, это выглядело, надо сказать, довольно-таки коряво. Ну, ладно. Хорошо, ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Хорошо. Там мы его оставили, когда играли за Макнило. Что-то музыка нехорошая. Значит, кто-то похоже... Да кто там, мать твою, за ногу? Да, вылезай. Ладно. Пока что вроде спокойно. Говорит старший медик Николь Брэннон. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны... У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи. Конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Ага. Только Айзеку, судя по его молчанию, вообще плевать. Когда дверь открывалась, я слышал, что где-то вон там кто-то выломился из вентиляции. Извините, у нас все переполнено. Ош. Нам такой капец написано. Время пришло. Да, народ нервничал. Извините, мы переполнены. Нет. Да, там определенно кто-то есть. Ой, опять мерцающий свет. Давай. 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 мне уже кажется что у меня спиной кто-то постоянно свали ты блин ведро не кстати патронов не так много я все распродал жадность моя меня сейчас погубит хорошо деньги шо помню помню мы тут с вылером и аккордом бегали девушка какая-то непонятная мне только что прошептала пыщи это под моей кожей такие дела фига нет стазисная батарея так но я так понимаю сюда нужно вставить очередной предохранитель маленький такой вот нам твою мать да бляху дайте бесполезно короче проще выстрелить а тут просто всех харчили кто тут лежал подходили они ничего не могли сделать их рвали просто да добить его его патронами удал что ли да что ж ты вечно не хватает что что нужно так хорошо ладно так пауэр нода у меня нет чё там опять опять у кого-то чуть в стене дострела что за сирия так подожди там что-то было да кто там носится так меня кто-то слышит мое имя эллин фиск я только что проснулась а вокруг никого нет я не знаю что происходит почему они все ушли не знаю что если вы меня слышите пожалуйста заберите меня отсюда я слышу как что-то скребется за стеной эй кто здесь вы доктор почему все погодите погодите я знаю вас вы гарис заключенный в колонии вы убили ту мисс сестру помогите кто-нибудь помогите мне умоляю а а ужас самое страшное помогает беззащитен и без помощи ничего не может сделать а не вот так вот а не вот так вот да боли ты его боли ты его боли 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 . там еще не по-моему был нет уж ладно так кислород нам не нужен зачем вообще тут Это мне тоже не особо нужно Зачем я вообще сюда ходил? Мне не сюда что ли? Да Элиса Роуз Почти Элисон Роуз Обалдеть Хорошо что это не она Тут кошмар тварился Так ладно Ты че творишь там ведьма? Офигеть Он же живой еще был Офигеть Вот Вот она Самая страшная Че они с детьми то делали? Мать их за ногу Доктор Кейт Капитану Матиусу Бенджамин Дополнение к нашему предыдущему разговору Я хотел попросить тебя Повременить заставку обелиска Слушай мы же это читали Еще в экстрекшене Да 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 Знакомый текст Че там доктор Мяк Офис доктора Мерсера Твою мать Твою мать Знаете че напомнило? Фильм такой был старый уже 97 по-моему Подъем с глубины Вот там тварь примерно так же коридоры мяла Исследовательский журнал Старший офицер по науке доктор Кейн Запись Меня очень тревожит то что происходит в колонии Уверен это как-то связано с найденным обелиском Но как именно Не установлено Почти у 40% колонистов Замечены признаки психического расстройства Наиболее явные симптомы Острая депрессия Бессонница Галлюцинации В случае насилия и убийств Указывают на растущую паранойю Доктор Мерсер предложил доставить Несколько больных на борт для обследования К тому же психиатр колонии Доктор Вэллен признался Что не может объяснить происходящее И зашел в тупик Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера Но сейчас необходим его опыт Нам нужно решение проблемы И как можно скорее Такие дела На мой взгляд не очень умным решением было Неских колонистов Поднимать на борт Хотя в принципе без маркера Это что там случилось бы Опять ты Ты один? Дитё Да, судя по всему Блин, хреновое место Хреновое Не, там было хорошее место Вот хреновое Я ненавижу морги Что в анабиозе Что в амнезии Но здесь что-то совсем густо как-то Добрый день Они смотрят Спасибо Спасибо Ты меня поддержал А, это ты? Тебя нужно... О, надо голову отстреливать Быстрее Еще есть трупы? Ладно, не успеет дальше уйти Я думаю Все С этим уж разберусь как-нибудь Да шо ж ты не вдохнешь-то Это ребята Это ребята Был капитан Ишимуры У нас больше нет патронов для плазменного резака Первые сложности начинаются Как видите... Слоды получил Все подходит Слава богу Я попытаюсь просмотреть записи капитана А ты пока отправляйся к транспортной станции Свяжемся уже там Нужно разобраться Что черта переслучилось с этим кораблем Когда в конце Dead Space Extraction Говорили, что тот некроморф Не мог быть Макнилом Потому что у него Была рука у Макнила Как вы помните Отлетела Я как-то сразу вспоминал про такие детали Это же некроморфы Они че хотят себя отрастят Данный некроморф Как видите Он весь похож Какими-то костями покрыт Его просто так не прошибешь Это печально Отчет о смертельных случаях На борту корабля Капитан Матюс Это моя скорбная обязанность Сообщить всем о том Что капитан Бенджамин Матюс Мертв Сообщения о событиях Приведших к его смерти Крайне запутаны Поэтому мне приходится Оперировать лишь данными Вскрытия Объект находился В прекрасной физической форме Для своего возраста Хотя анализ крови Обнаружил низкое содержание Лейкоцитов При беспрецедентно Высоком уровне Зазанофильнов Лейкоцитов Данные о предполетном Обследовании Не содержат никаких указаний На то, что капитан Был чем-то болен Хотя даже при нынешних показателях Аномалии крови Не стали бы причиной смерти Множественные Множественные Ушибы на руках И предплечьях Свидетельствуют о том Что объект перед смертью Оказывал активное сопротивление Кровоподтеки на грудной клетке Заставляют предположить Что объектом перед смертью Перед... А... Был связан Причина смерти Удар длинным Тонким предметом Глазное яблоко С дальнейшим повреждением Лобных долей мозга Что вызвало Серьезную нейротравму С последующим Нелетальным исходом Чтобы нанести Подобную травму Требуется Значительное усилие А вероятность Несчастства Случа с подобными Результатами Крайне мала На основании Всего вышесказанного Я уношу Предварительный вердикт Насильственная смерть Кто именно Был ее причиной Находится уже Вне моей компетенции Капитану по-моему Шприц в глаз Вогнал доктор Как раз Если я не ошибаюсь О, хорошо Так, отлично Ого, блин Опять это место Так Хотя продать можно Запорыжить Твою мать Блин, не та кнопка опять Фу, ну ладно Более-менее справились Хреновая Да что ж ты делаешь А ты же меня дураком Делаешь Одна из этих тварей Пробралась в каюту капитана Я сумел загнать ее В поврежденную Спасательную капсулу Так, ввожу коды доступа Нашел борт-журнал Что бы это ни было Все началось Еще на планете Которую они расковыряли Дрянь расползлась Повсюду Айзек Это не инфекция Это инопланетная Форма жизни Да, у нас проблемы Двигатели корабля не работают Орбита сужается Немедленно отправляйся В машинное отделение Я пока останусь здесь Найду в чем загвоздка И Айзек такой Окей Потому что, блин Весь сюжет такой В первой части Тихо-тихо Не нужно этого Просто уходим Вот на Все похоже Завершается Эта глава И завершается Эта серия Это какой-то у них Игровой автомат Непонятный Но именно в таком По-моему Пенгой Можно найти Так, давайте Посмотрим Что мы тут Можем сделать Тихо Че б такое было Так Рюкзак Одну малую Аптечку Можно пульнуть С остальным У нас довольно Туго все Но По крайней мере Мы можем Купить Еще один Пауэрнод То же самое По себе Хорошо Так, ладно Нам пора Отправляться В машину Отделения Ну, я думаю На этом Мы завершим Эту серию Серия В принципе Надо сказать Достаточно Была такая Не страшная В отличие от Предыдущей Но пару раз Все равно Сдрогнул Чего уж Игра такая Dead Space Он скорее Не страшный Просто Здесь вот Именно Скример Ну, тоже По-своему Хорошо Таких игр Тоже В последнее Время Мало Но, конечно Пугают Примитивно Тем не менее Сама по себе Игра Очень такая Проработанная Глубокая Именно в плане Вселенной В плане Сюжета В плане Предыстории За это Собственно И любим Увидимся В следующей серии Завтра С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры